Девушки, добрый вечер, меня зовут Анна Хайков, я основатель клуба Russian Moms of Long Island и сегодня у нас с вами очень замечательный будет вебинар, очень познавательный и я пригласила сегодня в студию Марту, Марта работает при анимации медсестра со стажем, мамочка двух деток и я бы хотела ей передать слово, потому что она гораздо более точно вам несет информацию и тему нашего вебинара, чем я, потому что это ее конкретная специфика и терминология она тоже более обладает точной, поэтому Марта, я передаю тебе слово, девочки, мы пока все ставим микрофончики на беззвучный, если у вас будут вопросы, у вас здесь есть чат, но я думаю, что можно, так как нас немного, микрофон отключать и если Марта согласится, можно вопросы задавать или ты хочешь, чтобы в чат, как тебе больше удобно, передаю слово. Мы поставим все на мьют и если у кого-то есть какой-то вопрос, просто анмьют и можете спрашивать. Ну все замечательно, тогда Марта, мы слушаем тебя внимательно. Всем привет, девочки, все, кого знаю, не знаю, меня зовут Марта, я работаю медсестрой в реанимации последние шесть лет, я закончила, как назваться, nursing school в 2014 году, я работала еще до этого в челюстной лицевой хирургии как ассистенткой и как dental assistant тоже, поэтому у меня стаж работы в healthcare 12 лет и считаю, что 7 лет как медсестра, я сейчас также обучаюсь на nurse practitioner, это next level up, это master's degree program, я обучаюсь в Eureka college, вот у меня сегодня тоже был класс, мы начали в pharmacology, я almost уже половину прошла, мне еще, я должна graduate в следующем декабре, вот. Почему я, мы поговорили и решили сделать такой маленький класс, потому что были некоторые, были некоторые инциденты с моими друзьями, знакомыми, у нас тоже в семье, где случалось что-то плохое с человеком или случалось что-то плохое с ребенком, или даже вот было в те, кто смотрит телевидение на новостях тоже показывали некоторые вещи, и люди обычно в таких вещах теряются, люди не знают, что делать, и я сделала маленькую презентацию на PowerPoint, и когда мы будем говорить по слайдам, я покажу, что я затронула где-то 7-8 тем, так, не в детальности, а так свыше, что именно делать, когда происходит какое-то что-то плохое, либо, ну, у нас презентация будет на детей, но так же самое, похоже, вещи относятся к людям старшего возраста, скажем, нашего возраста, вот. И когда мы будем переходить через слайд, я могу тоже рассказать, например, ситуацию, чтобы вы поняли, к чему я это говорю. Вот, я сейчас делаю shared screen, и у меня будет PowerPoint presentation, и мы начнем. Так, девочки, вы видите то, что у меня на скрине? Да, прекрасно видно все. Вот, так. Хорошо, начнем тогда. Педиатрик emergencies и urgencies. У вас случаются вещи, которые, на которые вы не знаете, либо позвонить врачу, либо бежать с маленьким или взрослым сразу в emergency room. Обычно в педиатрик, популяции педиатрических пациентов, у них много вещей случается именно из-за травм. Идут травмы, дети падают, или они на чем-то давятся, или получаются вещи, например, как seizures, или получаются разные вещи. Так, поэтому есть, как, есть и моменты, когда нужно бежать в emergency room, но есть тоже моменты, когда можно что-то сделать, пока к вам приедет 911. Вот, значит, травмы у детей бывают разные. Самая большая травма, из-за которых дети поступают именно в emergency room, начинается с падения. Injuries related to falls. Falls are number one. И если, я буду некоторые вещи говорить по-английски, потому что я не знаю, как это правильно по-русски сказать. Если кому-то нужно объяснить, что я имею в виду, я могу, я постараюсь по-русски тоже написать. Вот, смотрите, значит, по статистике каждый год один из шести детей поступает в emergency department, потому что получился какой-то injury. Либо детки падают, либо вторая, второй cause of injuries, это когда, more of vehicle accidents, когда вы едете в машине, вы кого-то стукнули, вас кого-то стукнули, и у деток получается травма. Другие также поступления самые, которые мы видим в emergency rooms, это, как я сказала, falls, road accidents, drowning, когда детки тонут. Причем drowning детям занимает приблизительно четыре минуты перед тем, как они утонули. Поэтому сейчас многие, если бы вы видели, многие места не разрешают paddle jumpers, вот эти штучки, которые одеваются, когда вы плаваете, потому что случился инцидент, мама не смотрела, у ребенка был спасательный жилет, и ребенок утонул за четыре минуты. Детки давятся, берут вещи в рот, то, что брать нельзя. Или они, you have burns and skulls. Falls. Значит, если ребеночек упал и ударил ручку, ударил ножку, если головой сильно не ударился, все падают. Обычно, что мы первое делаем, называется rise. Легко запомнить, у тебя rest, ice, compression and elevation. Ручка упала, ударился, может быть, возможно, перелом, вы можете пойти и обратиться в urgent care center, либо, если urgent care закрыт, можно тоже прийти в emergency room, но что можно сделать дома, это rest, ice, compression and elevation. Называется rise. Положили холм. Марта, извини, пожалуйста, а ты можешь справа крестик нажать, где дизайн ideas? Maybe this is going to be a larger screen. Да. Все. Thank you. Вот. Значит, ручка-ножка ударился, упали, вы видите, там swelling, сразу лед положили, и лучше всего положить ребеночка и поднять affected area выше сердца. Теперь, если ребенок упал, так, сейчас я это подвину, потому что я не вижу здесь. Теперь, если ребеночек упал с высоты, дети падают обычно на площадках, они залазят на второй этаж, падают, ударяются головой. Многие дети так же само падают, когда с лестницы. Мы ставим baby gates, иногда baby gates не работают, вы в садике, вы еще где-то, ребенок упал. Если ударился головой, первое, что мы делаем, правильно надо позвонить. 9-1-1. Теперь, самая важная вещь, если ребеночек упал и ударился головой очень сильно, пока 9-1-1 едет, его нельзя двигать, ребенка. То есть, если он ударился, потому что может быть такое то, что повредился именно spinal cord, spinal cord это вот здесь, и ты не хочешь его двигать, потому что you don't want the spine to get dislodged, потому что если какой-то там фрактур есть и spine gets dislodged, у тебя spinal cord can get affected и теряются люди, получается, quadriplegic или paraplegic, те, которые потом двигаться не могут. Поэтому, если ребеночек упал и очень сильно ударился головой, ни в коем случае его не двигать, можно сделать, как нас учат. Мы берем, что у вас есть под рукой, мы берем towels, мы берем, что у вас есть, сворачивается в дудочку и ставится вот сюда. Понятно, что дети упали, они плачут, вам хочется прибежать, сразу его поднять. Ребеночка этого делать лучше всего не надо, если он упал именно с большой высоты, потому что можно повредить spinal cord. Обычно spinal cord injuries у маленьких не случаются. Те детки, которые 8 лет и выше падают, it's more prevalent in that population, чем у меньших деток, но у некоторых тоже такое бывает. Теперь road accidents. Road accidents, мы все знаем то, что нужен car seat. So National Highway Traffic Safety and Administration говорит то, что car seats reduces fatalities by 54%. Поэтому мы все знаем, что детей нужно возить в car seat, и car seat должен иметь 5-point restraints здесь. Единственная проблема, что я на эту тему, кстати, делала большой тоже project in my school. И единственное, что мы делаем неправильно, иногда у тебя, мы пристегиваем деток. Либо harness is not tight, либо оно loose, либо the car seat is not installed correctly. И они тоже сделали большой опрос, и они увидели то, что actually parents who is using car seat, up to 80% of them are not installed correctly, or the child is not restrained correctly. Вот. Поэтому я сюда поставила маленький тоже вот такой, это как флайер, это я делала тоже на свою школьную презентацию. Значит, здесь показывается на флайере, я могу потом оставить, если кому-то нужно скинуть, какие корситы бывают, и когда деток нужно пересаживать. То есть у тебя есть rear-faced, у вас есть front-faced, и потом под каким conditions ребеночек уже садится на booster seat. Вот тут вот справа, если вы смотрите, видите, есть less than 30 pounds, это у нас rear-facing, 30-40 pounds, это front-facing. Over 40 pounds, но under 57 inches они уже могут садиться на booster. И over 57 inches safety belt in the back seat until age of 13. То есть until age of 13 вы не имеете права ребенка сажать на front seat. Это, кстати, по нашему законодательству также. Вот. Здесь есть five steps to safety. Вот здесь можно увидеть по цветам. Вот тут цвета, то, что у нас здесь написано. Вот тут они correlating, когда ребеночка можно пересаживать. Марта, у меня есть вопрос задать? Отскажите, пожалуйста, с учетом того, что у нас зима идет, как правильно, в какой одежде допустимо пристегивать ребенка в car seat? Вы можете садить ребенка в car seat в любой одежде, учитывая того, что одежда... You have to adjust the straps. Например, летом мы носим маечки, вы посадили ребеночка, вы adjust the straps. So, у тебя идет five point restraint здесь. You have to be able засунуть туда ручку. То есть у вас, ваша рука должна туда заходить и выходить свободно. Но расстояние между restraint и ребенком не должно быть больше, как захождение руки. То есть если у вас рука вот так болтается, I need to lose. Поэтому сейчас, когда зима идет, когда мы будем одевать куртки, вы можете ребенка сажать вместе с курткой в seatbelt, but you have to adjust the straps to the point where рука заходит и выходит, но она болтаться вот так не должна. Спасибо. Вот, этот маленький тоже. Как правильно их сажать? Если у нас есть новые мамочки, у которых первые детки, есть мамочки, которые знают, может быть, некоторые не знают. Вот. И здесь написано, тоже есть еще веб-сайт, где вы можете посмотреть. У нас все firehouses и все police stations, они все, they all trained how to properly install car seats. So, если вы не знаете, у вас есть какие-то вопросы, вы можете обратиться в local fire station. Они могут помочь. Также, если вы покупаете, например, юзанный car seat, бэушный, да, с других, с чьих-то рук, на каждом car seat есть номер. Вот здесь я поставила link. Если через него зайти и ввести номер, вы можете посмотреть, если этот car seat когда-то был в какой-то аварии. Вот, если car seat уже был в аварии, он использоваться второй раз не может. Это, получается, guidelines from the government. Вот. И вот most common mistakes. Seats are too losing a car. Hardness are too losing a child. Child turned face forward too soon. Infant seat in a wrong angle. Так же самое, как вы ставите, car seat должен стоять ровно. Если он повернут не в ту сторону, это не хорошо, потому что, когда, если даже вы ездите правильно, вас тут стукнет, то есть у детей что получается? У них шейка еще не развита. То есть если вас даже сзади стукнули, у них получается вот это, вот это motion, и они могут повредить, потому что мышцы не развиты, они могут повредить так же само себе spinal cord и получить injury оттуда. Поэтому пересаживать детей front-facing too soon is not a good idea. Hardness straps through the wrong slots. На каждом корсителе здесь можно увидеть, видите, у них есть straps. У вас, наверное, тоже есть. Вы можете аджастовать эти straps to the height of a child. Мартичка, извини, можно я тебя спрошу, пожалуйста? А вот ты говоришь про вот как шея вот так вот вниз болтается. Я вот сейчас про среднюю дочку, можно спрошу? Вот она же когда засыпает, а у нее уже карсит такое для, ну не тадлера, да, а постарше. И вот у нее уже шея прям вот так вот вниз, в башках хоба делается вниз. А что, как так можно зафиксировать шею? Вот я постоянно, получается, спереди еду и держу ее как бы шею сама, ну, голову. Или сестра старшая едет и держит голову. Ну, понимаешь, да, вот чтобы вот этого движения мыушена не было. А как это сделать, чтобы так, ну, prevented? To prevent, это опять-таки же, it goes back to your angle. То есть, когда ты страпаешь car seat with the straps to the seat, you can tilt it backwards a little bit. Но опять-таки же, детки обычно вот так вот засыпают, у них голова падает. There's nothing much you can do about it, as long as... Потому что если даже кто-то стукнет и пойдет, ребеночек просыпается от какого-то удара или какого-то хлопка, у них просыпается. То есть, если у тебя ребенок сидит properly, то есть, если он infant, как я говорила до этого, у тебя должен быть for backward-facing. Если у тебя toddler, у тебя front-facing, она засыпает, ты с этим ничего не сделаешь. Но ты можешь, например, adjust the angle of the car seat. Например, вот я сижу, да, вот она сидит на car seat. Ты можешь реаджаснуть, поставить его, чуть-чуть поднять вот так. Поэтому, когда она засыпает, она может заснуть вот так, чем вот так. Yeah, just the shoulder. Хорошо, спасибо. Да, ну а так, потому что, когда она спит головкой вниз, ты с этим ничего не сделаешь. As long as your car seat is strapped appropriately, и она сидит в позиции according to her age and her height and her weight. Хорошо, спасибо, Марта. Пожалуйста. Вот. Так. Теперь, давайте поговорим, продолжим тему, когда детки падают. Почему я... Марта, там просится еще один человек. Кто просится? Не пускай. Индира. Сейчас. Ага, спасибо. Сейчас пустим. Сейчас, пускайчик. Она у меня. А, все, я вижу. Так, кто у нас? А, вот Настя и Индира. Алло, алло, зашли девочки? Им надо микрофон подключить, я им сейчас напишу. Ты продолжай. Я подожду, пусть они сейчас зайдут, потому что тут... Так, они все, у них микрофончики горят, они тебя слышат. Хорошо. Продолжаем. Так, я поставила вот именно этот слайд, про который я хотела девочке с вами тоже поговорить. Вот это, based on... Недавно случился случай, в прошлом году. Ребеночек был в школе, и его там, короче, таскали... So he was a victim of bullying. Его другой мальчик толкнул. Это, I think he was... Ему либо 7, либо 8 лет было. Он упал и очень сильно ударился головой. Он был в школе, и его отправили к медсестре в школьной. Она ему дала ice pack. Она посмотрела на него, она родителям не позвонила. Она его отправила обратно на занятия. Вот. Потом родители пришли. Родители тоже новые мигранты. Я, правда, не помню, с какой они страны были. Точно. Родители были новые мигранты. Они в медицинских делах ничего не понимают. Он пришел со школы. Они его забрали со школы. Он пришел домой, говорит, я хочу поспать. Он лег к себе на диванчик, заснул. И потом мама его уже разбудить не могла. Она позвонила 911. Unfortunately, the child died. Потому что у него было кровоизлияние в голову, которое никто не заметил. Ни медсестра, и не заметила мама. Но мама, понятно, у нее медицинского образования нет. Вот. Поэтому сейчас там идет судебный процесс в школе. А, Аню, пусти, пожалуйста, назад. Где она? Да, девушка, вы мне говорите. А то у меня тут, я не знаю, как это сделать. Она мне не выходит. Все? Все на месте? Да, спасибо. Не знаю, что ты будешь вошел. Теперь, что случилось с ребенчиком, когда он упал, и когда мальчик ударился очень сильно головой об пол, у него произошло кровоизлияние в мозг. У него были вот симптомы, половина из этих, которые я включила, мы сейчас про них тоже поговорим, на которые никто не обратил внимания. Вот. Значит, что такое, когда у деток кровоизлияние в мозг получается, тоже вот из-за травматических каких-то упадов или еще что-то. Первое, что вы увидите неправильное, это будет decreased level of consciousness. Что это значит? Они будут сонные, они тебе скажут, ой, мама, папа, у меня головка болит. Они будут сонные-сонные, им постоянно будет хотеться спать. Второе, что у деток получается уже после этого, то есть у тебя идет какое-то маленькое кровоизлияние в мозг, деткам хочется спать, потому что from the pressure on the brain у тебя получается decreased level of consciousness, они засыпают. Потом может быть тоже такое, что меняются pupils. Pupils – это зрачки у деток. Вот видите, я поставила картинку. Вот стоит маленький ребеночек, и у него, если вы присмотритесь, зрачки разного размера. То есть вы своих деток глазки знаете, и поэтому, если детки падают, ну, я не говорю каждый раз, когда они падают, таскаться в emergency room, но это те вещи, которые вы можете смотреть сами дома и следить тоже за этим. Вот если зрачки у ребеночка разные, видите, вот это намного больше. Я не знаю, у Витя в душе показывает. Вот у него получается левый зрачок больше, чем правый. И третье, что тоже бывает, вот я еще поставила фотографию мальчика, это называется raccoon eyes. Его не избили, это у тебя получается отек глаз, вот в таком, такое ощущение, что тебе поставили два фингала, когда идет, это basilar skull fracture, когда у тебя череп трескается вот здесь у деток, и они падают, трескается череп, и идет опять-таки же кровоизлияние среднее в голову, получается вот так. Они выглядят raccoon eyes. То есть, если у вас ребеночек упал, и он у вас активный, и обычно, ну да, я понимаю, там у мамы голова болит, там я упал, вавочка туда-сюда, но вы замечаете, что ему хочется спать, он себя ведет не так, как он обычно ведет, посмотрели на глазки, у него два разные зрачка, или если у него начинается, ну это уже, у этого мальчика, это уже, наверное, второй или третий день после, оно сначала начинается с синяки здесь, который превращается вот в такие вот фингалы сам по себе. Если такое замечаете, сразу нужно вымаживать сиру. Так, пошли дальше. Seizures. Seizures тоже момент такой, что девочка, моя подружка, тоже мне позвонила, у ребенка, у ее ребенка было seizure. Все знают, что такое seizure, да? Сейчас посмотрю, как по-русски перевести. Кто-то знает, как по-русски? Это типа, когда припадок, что ли? Когда, как это? Да, как захват припадок, когда конвульсия, да, получается? Может, seizure – это что-то, когда ты в ambulance пойдешь и там делает surgery? Нет, seizure – это когда получается конвульсия в черепном мозге из-за разных вещей. Вот вы знаете, когда там, если кто-то смотрит фильмы, там закатываются глаза, человека начинает трясти, у тебя идет пенцир, да? Обычно показывают в фильмах вот так. Но есть разные виды seizures, и я считаю, что это тоже такой момент, то, что люди теряются. Мне позвонила девочка, моя знакомая, и говорит, мне кажется, у моего ребенка seizure, что мне делать? Она плакала, она тоже, понятно, мы все в расстройстве, и те люди, у которых медицинское образование, это понятно, не знаем, что делать, сразу мы на 911, а до этого ты просто смотришь, у тебя ребенок лежит, его трясет, что делать? Вот. Обычно у деток, у маленьких, вот даже toddlers, я бы сказала, где-то до 10 лет, the main cause of seizure, main cause of convulsia, это высокая температура. То есть у тебя, это не говорит о том, что какие-то проблемы с мозгом или какие-то другие метаболические процессы происходят в организме. Обычно у деток в таком возрасте, если у тебя температура превышает 103-104 градуса по фаренгейту, может случиться convulsia, которая по-английски называется seizure. Вот. То есть это одна причина. Вторая причина у деток тоже бывает, когда какие-то уже процессы идут неправильные, они в мозгу. Оно называется absence seizures. Absence seizures обычно находят так, когда к тебе приходит учительница, вы идете на собрание, учительница вам говорит, ой, вы знаете, ваш ребенок очень часто летает в облаках. Что это значит? Вот ребенок просто может сидеть, в одну точку смотреть, посмотрел в одну точку, и так у него как blank, и он не слышит то, что ему учительница говорит, что она у него спросила, там выйди, подойди к доске, прочитай это, пятое, десятое. То есть ребеночка нет. Обычно оно занимает где-то, может быть, 30 секунд, может быть, даже минутку. Потом они приходят в сознание, и обратно все, как ни в чем не бывало, они могут participate во всех школьных программах. Обычно это первый сайн, который говорит ваша teacher from school, говорит, у вас ребенок летает в облаках. Это называется absence seizure. Это уже, это something, то, что нужно пойти к врачу и нужно проверить. The most common one, как я сказала, это febrile seizures. У вас это из-за повышения температуры. Потом есть еще другие tonic clinic and generalize. Такое tonic clinic, когда идет сначала, получается, трясет полностью ребеночка полностью все тело, и либо трясет ручки, или либо трясутся щечки, либо трясется только одна сторона. Если поднимается температура, может быть, febrile seizure, может быть tonic clinic. Fibrile seizure, когда вот закатываются глаза, трясется весь, все тело, tonic clinic может трястись только ручки, может трястись только щечки, или какая-то одна сторона. То есть у вас трясется ребенок, вы не понимаете, почему трясется. Обычно конвульсия долгое время не занимает. Оно бывает 10, 15, 20 секунд, бывает минутка. Если конвульсия идет больше, чем 4 минуты, это плохо, это сразу нужно ехать в госпиталь, потому что обычно, когда идет либо tonic clinic, либо generalize, когда идет конвульсия, все тело трясет, перекрывается дыхание. То есть нашим клеткам занимает 4 минуты без кислорода, и они начинают умирать. Поэтому вот такие вот seizures, если вы видите, ребеночка начинает трясти, сразу с воем 9-1-1. Обычно, когда идет какая-то конвульсия, либо из-за высокой температуры, либо из-за других метаболических процессов, которые неправильно работают в организме, ребеночка надо повернуть. Ребеночка, или это даже взрослым тоже находится. Это может быть, я не знаю, кто-то, господи, не дай бог, кто-то из семьи, или прохожий, или что. Вы сидите в ресторане, у меня тоже был недавно случай, в ресторане, там тоже человек упал. Разворачивайте на сторону, и пусть seizure пройдет. Раньше говорили, что нужно держать язык, как мы это все помним, это все неправда, этого лучше делать не нужно, потому что держите язык. Если человек начинает рвать, может получиться пневмонит потом, может закрыться тоже дыхание, поэтому мы ничего в рот не засовываем. Просто перевернули на сайт, позвонили 911, пусть seizure пройдет. Уберите, если это ребенок, ни в коем случае не поднимаем на руки. Положить нужно человека, либо ребенок, либо взрослый. Мы ложим его на пол или ее, убираем все, из чего, когда они трясутся, как они могут там чем-то удариться, если они возле шкафа, то есть сядьте, будьте как бы между шкафом и ребеночком, или между шкафом взрослым, чтобы они, когда трясутся, они могут там удариться ручками, головой, или еще чем-то. Ложим на пол, пока seizure не прошла. На руки брать нельзя, ни в каком случае. Какие-то вопросы есть? Нет. Так, теперь choking. Наши детки очень сильно любят все усувать в рот, и постоянно мы на чем-то давимся. Вот choking, это, кстати, одно из тоже очень высоких проблем, из-за чего детки к нам поступают. Значит, если ребеночку меньше, чем годик, и он на чем-то подавился, не пробуйте вещь, на чем он давится, достать, если вы ее не видите. Обычно первое, что ребенок чем-то давится, иди сюда, иди сюда, вы сразу начинаете лететь, смотреть. Если она у него со рта торчит, можно просто взять и вытащить. Если вы видите, что он давится, у него слезки, он дышать не может, он, она. Если вы не видите, на чем именно он давится, не пытайтесь туда засунуть руку, потому что, если вы засунете палец или руку, оно может быть дойти, пройти обратно в легкие, и, кстати, перекрыть еще больше, и вы сделаете хуже. Поэтому вот я поставила, как если ребеночку меньше, чем один годик, он давится. Первое, что мы делаем, мы ребеночка ложим, вот так на фотографии, я даже куклу взяла вам показать, мы ребеночка ложим на руку, к себе, вверх ногами, то есть на животе, голова должна идти вниз, и вот тут между лопатками хорошенько пять раз вы бьете. Оно, то, что у него во рту, если оно не вылетит со рта, оно хотя бы выйдет или в щечку, или на язык, и вы сможете увидеть, на чем он давится. То есть вы сделали так, потом подняли ребеночка, посмотрели в рот, если со рта, что торчит, или вы видите, оно у него находится в щечке, можно пальцем вытащить. Если обратно не видите, и ребенок начинает так же само обратно давиться, еще раз попробуем пять раз так. Если это тоже не помогает, значит, по-моему, это у меня на следующем слайде. Так, сейчас так, нет, это toddler. Если это не помогает, значит, ребеночка перекладываем на спинку, берем два пальца и опять стучим, но мы стучим уже здесь, вот здесь проходит sternum, и там, где заканчивается косточка, там, где прямо по животике, мы опять стучим очень быстро и сильно пять раз. Лучше постучать сильно и вытащить то, что у него во рту, чем бояться постучать. Перевернули ребеночка, хорошенько постучали здесь, обратно посмотрели в рот. Если видно, не видно, если видно, вытащили пальцем, если не видно, продолжаем делать то же самое и опять-таки же звоним 911. Теперь, вопросы есть, девочки? Нет. Вам интересно, тоже я рассказывала? Да, когда это... Мы просто все под впечатлением. Очень интересно, Марта, спасибо, очень интересно. Когда ты маленькая девочка, ну, как my age, что делать, если my age, и ты не можешь, ну... А сколько тебе лет? Мне девять. Девять. Вот, смотри. Я же поставлю второй слайд. Тот был слайд про ребеночек. Этот у нас слайд для toddlers. То есть, если ты, как ребеночек, ты давишься, ты должна подбежать сразу к маме и показать. Если ты на чем-то давишься, ты не можешь ничего сказать, потому что обычно, если оно у тебя где-то здесь застряло, ты разговаривать не сможешь. Обычно люди показывают вот так, открываешь рот, показываешь маме, даешь понять, что у тебя там что-то застряло, ты выкошлять не можешь. Мы, как мамочки, мы смотрим все на детей, мы сразу понимаем, что они на что-то давятся, потому что они вам показывают. Обычно, когда ребеночек давится, у них начинают слезки идти, и они не могут вам ничего сказать, ни вдохнуть, ни выдохнуть. Поэтому, если ребеночек уже идет как таддлер, или вот побольше, как девочка говорит, уже которая постарше, значит, таддлеры мы ставим, это называется хаймен, этот, маньюр, мы ребеночка ставим вот так вот, вот как у меня на слайде, вверх. Берем ручки, один делается кулак, вторая рука идет под кулак, вот так вот, мы ставим, вот то, что мы сделали из кулака, сейчас я вам покажу, вот сюда вот, где у вас животик, вот сюда вот, и вот так вот верхними, верхним, снизу вверх, мы хорошенько бьем, получается, по животу. Некоторые люди, которые теряются, они на такой степени начинают это делать, то, что ребенка поднимает руками с пола, если у вас ребенок с пола руками поднимается, значит, вы делаете это неправильно, значит, нужно опять-таки же кулачок, кулачок завернули, ставим сюда, и вот так, сверху вниз, сверху вниз, тоже делается пять раз, потом смотрим, что во рту, если во рту ничего, опять-таки же нету, повторяем этот маневр, пока что-то там не выйдет. Обычно занимает пару раз сделать, то есть если мы делаем пять раз, по пять раз за каждый получается сеанс, обычно где-то занимает два или три раза, по пять раз вот так вот хорошенько сделать, перед тем, как ты увидишь, что что-то с сорта выходит, то есть если первый раз не получилось, второй раз не получилось, не боимся, продолжаем делать то же самое. Теперь, если бывают случаи, что не получается вытащить на том, на ту вещь, на что ребенок давится, или даже взрослый, кстати, вот эта позиция тоже к взрослым, то же самое, то есть к взрослым заходим, обнимаем, делаем то же самое, если не получается, обычно это называется, то есть человек идет в respiratory arrest, что такое respiratory arrest, это когда дыхания больше уже нет, потому что оно уже там сидит 4-5 минут, закрывается дыхание, человек дышать не может, падает кислород, человек теряет сознание, обычно respiratory arrest leads to cardiac arrest, поэтому опять-таки же мы позвонили в 911, что мы продолжаем делать, мы поделали маневры, маневры не помогли, вы видите, что уже ребенок или человек без сознания, значит нужно будет уже начинать делать CPR. Так, вот, теперь у меня следующий слайд. Марта, извини, пожалуйста, а если у человека у вас чокинг и дышать не может, а CPR же ты там типа бьешь по сердцу и дышишь, ну как бы в рот ему воздух, а если там заблокировано смысл CPR, как-то что-то, можно? Да, если у тебя человек еще в сознании и он чем-то давится, и ты пытаешься это вытащить, мы, понятно, CPR мы не начинаем, мы не начинаем делать CPR до того момента, если только человек потерял пульс, человек или ребенок, вот, если ты начнешь делать CPR на человеке, даже который не дышит, может быть без сознания, и мы не проверили пульс, мы очень сильно можем человеку навредить, вот, я сейчас буду следующий слайд делать, я тоже расскажу еще одну историю с жизни, вот, поэтому мы делаем только эти маневры в том случае, когда у тебя человек в сознании и человек, у которого есть пульс, то есть если мы стоим... Мой вопрос был больше, если этот человек подавился и уже он в отключке и воздуха нет, CPR тут как поможет, если дышать-то все равно не может. Я сейчас отвечу на твой вопрос, у меня сейчас есть слайд на CPR, то есть тебе не нужно дышать, с 2010 года American Heart Association поменяли свои гайдлайнс, они поменяли, то есть они поменяли гайдлайнс, раньше у нас было 30 compressions to two breaths, когда мы два раза, мы делаем 30 compressions и два раза дышим в рот, а сейчас... Я, давай. Да, они уже, мы уже в рот не дышим. Вот, значит, у нас есть два... Значит, у нас есть... Девочки, микрофон отключите, пожалуйста, кто там. У нас есть CPR дома и CPR, если вы находитесь, я не знаю, в ресторане, вы куда-то пошли с детьми или еще что-то, давайте сначала поговорим про дом, потому что это... Кстати, я сейчас отвечу на твой вопрос тоже. Вот, так я сказала, с 2010 года у нас раньше были гайдлайнс, назывался ABC. Airway, breathing, circulation. Что такое airway? Airway – это ваш рот, ваша трекия, через что вы дышите. То есть, если человек чем-то подавился или... he went to respiratory arrest или какой-то cardiac arrest получился из-за, я не знаю, heart attack, stroke, другие вещи. Раньше говорилось, что мы делаем 30 compressions и мы даем два дыхания. И у нас было airway, сначала мы должны make sure, что ничего здесь не закупорено. Потом breathing, you have to make sure the person is breathing. И circulation – это когда нет пульса, когда мы делаем CPR. с 2010 года это поменялось, теперь они говорят, что правильная методика делать CPR называется CAD. То есть, у тебя circulation – первое, потом airway, потом breathing. Если теперь либо человек подавился, либо он упал без сознания, либо еще что-то случилось, American Heart Association, если вы где-то, если это не ваш близкий, это не ваш родственник, это может быть какой-то чужой человек, и вы не хотите своим ртом к нему в рот тоже лезть, you don't have to give breath. As long as you do CPR, that should be enough. Был, я сейчас дам пример, чтобы, может быть, оно немножко получше объяснить. Мы сидели в ресторане все вместе, мы прошли на promotion, это был catering hall, там было приблизительно 150 человек, 70 из которых получали награды, остальные люди сидели, смотрели, как люди получали награды. Мы сидим, я сижу за первым столиком, сзади у нас, и сзади кто-то мы слышим, идет какой-то бум. Все те люди, которые получали там награды, все были CPR, BLS CPR certified, то есть они проходили какие-то рекомендации, они уже знают, как делать basic CPR. Падает человек, он упал, был мужчина, ему было приблизительно, может быть, 50-55 лет. Он упал без сознания, у них был такой мраморный пол, получается, упал без сознания на мраморный пол. Все те, которые получали награды, они прибежали, никто не проверил пульс, и я уже стою, и я, получается, тоже бегу за ними. Тут мой father-in-law всем кричит, это уйдите, уйдите, она медсестра. И я когда прибежала, то есть он лежал на полу, и другой мальчик стоял, разрывал ему кофту, чтобы начать делать CPR. Я его остановила, и перед тем я говорю, я ему сказала, я говорю так, я говорю, мы CPR делаем только в том случае, если пульса нету, если пульс есть, CPR делать нельзя, потому что ты, кстати, можешь навредить человеку, и если ты начнешь делать, бить по груди, когда у тебя сердце само бьется, ты можешь послать человека в очень плохую аритмию. Мы проверили пульс, у мужчины пульс был. Единственное, что у него закрылось дыхание, и у него закрылось дыхание, потому что так как он упал, и он отключился, у него язык попал в зад шейки, получается, это posterior pharynx, вот туда, в зад горло, и он не мог дышать. И я когда стояла, то есть это было просто split second, это по секундам идет, и я на него смотрю, я смотрю, он начинает белеть, и потом у него начинает сразу синить губы. Значит, пульс у него есть, значит, у него это не cardiac problem, значит, what is the problem? Он начинает синить, у него нету oxygen. Если нету oxygen, значит, проблема где-то вот здесь. я сразу попросила, они там встали, все начали говорить, что делать, говори, что делать, я сразу попросила ложку, я ему засунула ложку в рот, и получается, ложка вытащила его язык, и есть манюр, называется head tilt, chin thrust, то есть мы поднимаем голову вот так, и мы пытаемся Джо отодвинуть вот сюда, засовываться, я засунула ему ложку, и, то есть в фильмах показывают сразу, человек вот так вот оживает, в настоящем, in a real world, люди так не оживают, то есть ты сидишь, держишь ложку, у тебя идут секунды, ты начинаешь нервничать, занимает некоторое время, когда у них уже кислород поднимается, то есть вы даже, вы можете только видеть, если он дышит, если у него поднимается грудь, если грудь, а если человек в чем-то одетый, там даже это увидеть, абсолютно невозможно, опять-таки же, мы позвонили в 911, потом где-то приблизительно через минут 4-5 он открыл глаза, опять-таки же, он открыл глаза, он пытался встать, он открыл глаза, он говорит, где я, что случилось, он пытался встать, я ему говорю, ляжьте, вам двигаться сейчас нельзя, потому что пол был мраморный, и он упал головой, я боялась, если, не дай бог, у него какой-то либо fracture в голове, либо он может cervical spine injury, мы взяли, мы содрали с ресторана эти, как они, которые столы накрывают, белые, скатерти, мы скатертями сделали вот такие вот, получается, как колбаски, мы его положили, вот так, чтобы он не двигался, и мы ему сказали лежать, потом, когда приехал уже ambulance, мы ему проверили, ну, проверили, там они давление сняли, так и так, они его забрали, оказалось, у него, потом они уже позвонили, сказали нам, что у него, оказалось, у него был mini heart attack, вот теперь в каждой, вот таких вот в ресторанных случаях, в каждой, если вы находитесь где-то, по закону, они должны иметь AED, вот на этом слайде, то, что вы увидите, это называется electronic defibrillator, а там на нем только одна кнопка, поэтому оно сделано для тех, которые даже не имеют никакого отношения к никакому медицинским вещам, для людей, которые этого не знают, оно выглядит вот так вот, желтое, видите, здесь находится одна зеленая кнопка, и на нем, на AED, находятся такие две, два как стикера, и на стикере, на каждом из них написано, куда нужно клеить, то есть, если человек лежит без сознания, вы находитесь в ресторане, на партии, in a church, в каком-то kids playground, они по закону, они должны иметь все, вот такое вот устройство, оно просто клеится, вы ее включаете, и это устройство тебе начинает говорить, либо тебе делать CPR, либо тебе его не делать, иногда бывает аритмия, на которого you have to shock, вот, и оно тебе скажет, оно включается, говорят, analyzing rhythm, it is a shockable rhythm, please stay clear, оно тебе говорит, отойди от человека, не трогай, не трогай, shock is advised, вы нажмите на зеленую кнопочку, вы нажимаете, оно делает тебе все само, за тебя, если они, если он говорит то, оно тебе скажет, что it's not shockable rhythm, continue CPR, то есть становишься и начинаешь делать CPR. Теперь CPR на взрослых, by the guideline, 30 на 2, то есть 30 compressions, два дыхания, но опять-таки же, так я сказала, если это ваш, это не ваш ребенок, дыхание делать необязательно, опять-таки же, ответ на твой вопрос, если в горле что-то застряло, если оно застряло именно вот здесь, иногда, we use ambo bag, вот такая штука, которая делает дыхание в госпитале, оно помогает, like, yes, you can dislodge it, but at the same time, если вокруг может что-то из-за pressure пройти, но если вы не уверены, если человек чем-то давится, дыхание не обязательно делать, as long as you do compressions, compressions CPR, это часть руки, эта рука ставится вот так вот вверх, и вот этой частью руки мы ставим, сердце у нас находится вот здесь, приблизительно вот, либо посредине, либо чуть-чуть в левую сторону, если мы дыхание не делаем, мы просто делаем CPR, без дыхания, оно должно быть приблизительно 100 pumps a minute, как я запомнила, staying alive, если кто-то знает эту песню американскую, а-а-а-а, staying alive, вот под эту песню мы делаем CPR, оно, оно, кстати, под этот ритм, если вы знаете эту песню, оно приблизительно выходит 120 compressions за минуту, опять-таки же, позвонили 911, continue doing compressions, не обязательно давать, дышать в рот, детям советую делать 15 на 2, то есть 15 compressions, 15 сделали, остановились, два дыхания, опять-таки же, если ребенок не ваш, или если ребенок ваш, и у них там что застряло, дыхание делать не обязательно, без остановки делается CPR, пока не приезжает, пока не приезжает ambulance, у нас в Монганландии, так недавно спасли дядьку, ему делали CPR в течение 45 минут, потому что у него случился heart attack на Long Island Railroad, он ехал в Манхэттен с дома, его потом доставили в Winthrop Hospital, и он пришел к нам потом, у нас есть Critical Care Association, пришел потом с нашими сестрами разговаривал и говорил спасибо, то есть, в принципе, человек может выжить даже после 45 минут, когда у тебя остановилось сердце. Вот, Basic Life Support с 1 до 8 лет, это вот то, что фотографии, которые я поставила, то есть, видите, вот детки маленькие, пальчиками мы делаем, когда ребеночек совсем маленький, CPR делается вот так, пальцами, либо так, либо делаем вот так, когда взрослый, ребеночку уже там, они тадлеры, или 8 лет, уже ложатся вот так вот на пол, и CPR делается вот в таком плане, и вот это я поставила те, которые, если кому-то интересно, это протокол, который мы юзаем, если ты не знаешь, что делать. Вот у тебя есть unresponsive person without normal respirations, то есть, у тебя человек без сознания, который не дышит. Звоним 911, get a defibrillator, если вы где-то находитесь, где есть defibrillator. И вот оно показывает step by step. Пульс есть, вот маленький пульс. Значит, просто мы дышим за человека. Если пульс падает меньше, чем 60, начинаем делать CPR. Опять-таки же, если у вас много, кто-то звонит, кто-то побежал брать EAD, кто-то вызывает 911, вы просто стоите, делаете CPR. Если вы один, в таком случае, вы сначала звоните 911, а потом начинаете делать CPR. 911, кстати, если можно поставить на спикерфон, они all train to tell you what to do if you don't know what to do. Еще одна вещь, про которую я хотела поговорить, вещи, которые я считаю, что нам, как мамочкам или родителям, папочкам, хорошо иметь дома. Одна вещь, которая у меня есть, она продается в любых фармасе, Euroneer Prescription for it, называется Pulseximeter. Она стоит где-то приблизительно от 17-25 долларов. Я заказала свою на Амазоне, кстати, за 17.99. Это такая вот штучка, как я показала, надевается на пальчик, и оно тебе здесь показывает, сколько кислорода у человека в крови. У моего сына, я почему ее купила, потому что у моего сына были очень большие аденоиды, и он когда спал, он храпел. И причем он храпел так сильно, что он иногда ночью просыпался, из-за того, что он не мог вдохнуть. Я видела, что у него были проблемы вот именно вдохнуть и выдохнуть, вдохнуть и выдохнуть. Я купила эту штуку, я ему просто проверяла кислород, чтобы каждый раз его, потому что мы пошли к врачу, нам выписали капли в нос, послали к ENT. Я очень сильно боялась, что, может быть, не дай бог, у него что-то ночью закроется, или что перед тем, как ложится спать. Я ему одевала это на пальчик, смотрела. Обычно кислород, кислород должно быть в крови между 93 на 100%. Эта штучка тебе показывает, вот видите, 98 написано, это сколько кислорода, 78 это сердцебиение. Поэтому если у деток очень они болеют, или там грипп какой-то большой, или сильные сопли, и они дышать не могут, а вы не знаете, ой, 12 часов ночи, вести его в emergency room, или не вести его в emergency room. Понятно, мы можем дать Tylenol for fever, we can treat majority of problems, we know how to deal with them at home. Но эта вещь я бы посоветовала бы купить каждому. Опять-таки же, нормальность is 93 to 100. Если у ребеночка падает 90 или 89, you have to take them to emergency room. Нужно иметь дома Children's Benadryl, liquid and a topical form. Никогда в жизни не давайте своим детям aspirin, потому что aspirin causes race syndrome у детей. Race syndrome – это когда идет опухоль мозгов, печени. Это очень хорошо, никогда не давайте детям аспирин. Антибиотиковые крема, которые должны быть у нас в аптечке, не успорим, чиппаланцебоярик или hydrochorazone для порезов, я не знаю, там порезы, царапины и так далее. Rashes and allergies. То есть у нас есть rashes and allergies, у тебя есть systemic allergic reaction, когда у ребеночка он что-то съел или дали в школе что-то выпить или какая-то новая аллергия, про которую вы не знали, или ему выписали пенициллина, а у ребенка когда в жизни пенициллин не брал, и вы ему дали первую-вторую дозу, и его вот так вот высыпало. То есть systemic reaction – это когда высыпает с головы до ног. Иногда получается anaphylaxis, когда напухает, вот так вот напухают глаза. У моей дочки такое было, мы не знаем, от чего было. We ended up in emergency room. Если глаза напухают, они начинают snoring, you have to take them to emergency room. Потому что в анафилактической реакции закрывается глотка, они начинают сначала храпеть или они начинают кашлять, вот так вот дышать, и они обычно лепки не могут открыть глаза. Если такое получается что-то, you have to go to emergency room. Если у вас есть бенадрил под рукой, лучше всего дать ребенку, пока ребеночку в сознании бенадрил, пока у меня есть другой сладный бенадрил, лучше всего отвезти в emergency room. Есть localized rashes. Localized rashes – когда идет просто какая-то аллергическая реакция на что-то, например, like diaper rash, может быть diapers, вот некоторые девочки покупают какие-то diapers, там ребеночек is allergic, то есть localized meaning только в этой эре. Краснота идет только в этой эре. Например, когда укусила bee, оса укусила, то есть у тебя идет аллергическая реакция на осу, но он у тебя напухает только в том месте, где укусила. Иногда бывают тоже эти, я написала ringworm, это не allergic reaction, но это обычно, когда, как он называется, когда там или diaper rash бывает, мокрое что-то, или оно бывает, здесь как грибок. Грибок, оно тоже бывает localized, то есть оно только в одной эре, там где affecting. То есть если это localized, это не страшно, если начинает высыпать ребенка вот так вот красным с головы до ног или он похоже так вот глазки напухает и он начинает храпеть, you should probably take your child to emergency room. Аллергические реакции очень хорошо тридцатся с бинодрилом. Если ребеночек приезжает в emergency room, первое, что ему дадут, на него посмотрят и скорее всего, что тут сразу же бинодрил. Если дома бинодрил есть, вот я на этом слайде написала, сколько нужно давать ребенку. Бинодрил usually gets calculated based on a child's weight. Поэтому мы должны знать хотя бы раз в месяц наших свеживать, потому что они растут очень быстро, они набирают больше веса. И правильная доза бинодрила идет по весу. Если кому-то будет интересно, я могу потом это выслать. Если дома нету бинодрила in the liquid form of the suspension, можно взять таблетку. Опять-таки же, вы должны знать, сколько ребеночек весит. Например, если он весит 22 паунда, скажем, одна таблетка. Можно, если есть только в таблеточной форме, ее можно чем-то потолочь, размешать и на apple sauce, положить во что-то, потому что она очень горькая. Дети обычно, они ее так пить не будут. Можете, you can crush it, you can put it in apple sauce. Это то, что я с своей дочкой сделала на следующий день после этой большой почтенно-филактической реакции, которая у нее была, мы не знаем до сих пор от чего. И она у меня это съела и на apple sauce. Вот. Моя презентация закончилась. Девочки, комментарии, questions. Если у кого-то что-то есть, присоединяйтесь. Надеюсь, всем понравилось. Да, спасибо. Марта, спасибо тебе огромное. Я хотела тебя спросить, если ты могла бы нам это в PDF формате сохранить и в мамский клуб бросить. Я думаю, это очень многим бы пригодилось, кто даже не смог быть, а именно вот презентация, если это возможно, конечно. Да, да, они я сделала. Я просто единственная, что я не поставила references, потому что я... Ну, поставь обязательно, конечно. Я это накидала сегодня. Я могу поставить references, ну, в принципе, я это могу тоже найти. Я это делаю based on my knowledge, но я постараюсь найти какие-то... Ты можешь не ставить, можешь поставить свой контакт, если это актуальнее, и люди смогут, например, не знаю, к тебе обратиться, когда этому... Ну, если им нужно что-то. If it's not much to ask. Ну, ну, конечно, ничего, я меня с 2 секунды могу это представить. Спасибо тебе большое. Девушки, есть у вас какие-то еще вопросы к Марте? Нет, спасибо. Нет, Марта, спасибо большое. Было интересно всем? Я просто не знала, что делать. Я так накидала... Мы, по-моему, все захватываем, сердцем смотрели, не дай бог, что-то такое в нашей жизни случилось. Чтобы я никого не напугала, не дай бог. Нет, я только, Марта, я хотела сказать, вот где ты про фотографию сказала, где ребенка толкнули и зрачки разного этого размера. У нас млад... Средняя, теперь средняя, простите. Она родилась у нас с двумя зрачками разными, и мы очень сильно напугались. Мы ее водили на МРТ, и представляешь, когда ребенку один месяц его усыпляют под этими всеми аппаратами, это очень страшно. Но в итоге она такая, типа, один на миллион, вот у нее два разных зрачка. Я просто хотела, ну, добавить, что... Да, это бывает... Если не толкнули, да-да-да, если не толкнули, если резко не пришла, такая со школы, типа, пришла, и вот разные зрачки, это да, это то, что ты говоришь. А я к тому, что вот у нас, ну, ребенок родился, и у него один pupil doesn't die late. Один маленький, один большой pupil. Это, по-моему, называется анасория или анаскория. Это condition, то есть это детки, которые с такими вещами рождаются. Да, она так родилась, у нее нет проблем со зрением, это мы уже все это прошли, миллион, это уже в общем было страшно, и это переживание, вот это все-все-все, но тьфу-тьфу, и мозг в порядке, и МРТ, и никакого нету, ни рака, ничего. Просто хотела только сказать, что это... Если только ударили со школы, резко пришли, или откуда-то, это да, это надо обязательно обратить внимание, но к тому, что бывает такое conditions уже как бы рожденное, врожденное. это нормальное для нее, то есть that's her normal, поэтому if that's her normal, и какой-то есть change в зрачках, например, тут они, опа, и стали, они были разные на картинке, а потом они, оп, и стали одинаковые. Если пришел домой ребенок, конечно. Спасибо тебе огромное. Марта. Очень было интересно и полезно все это. Марта, у меня было, вот когда ребенок подавился, вот ты рассказывала про экстримную ситуацию, да? Да. Вот, а если вот как бы вот подавился, и вот очень часто вот как бы мы стучим по спине, да? Да. Вот как это правильно, или как это вообще? Абсолютно правильно, потому что вот в тех, даже если это не экстремальный случай, что мы первое делаем, открой рот, да, я посмотрю. Ребенок, возьмите ему рот, откройте. Если вы не видите, на чем он давится, туда уже лазить пальцами не нужно. Если вы видите, что он чем-то давится, majority of times you can just take it out of the mouth, or you can scoop it. Но если вы не видите, и вы начнете ковырять, опять-таки же, оно может там застрять. Но, если ребенчик маленький, до годика, мы стучим по спине, то что мы делаем? То же самое. То есть его надо положить вверх ногами, и мы пальцами стучим пять раз сильно по спине, так же самое, как мы обычно стучим вот так. Если ребеночек, вот таддлер постарше, уже немножко, которого на руку не положишь, или взрослый, если давится, если подавился водичкой, или там еще чем-то, да, можно похлопать по спине, если им на что-то застряло, и тебе ребеночек сказать не может, мама, или там, они говорят, они обычно, у них начинают слезы течь, и они обычно сказать ничего не могут, они тебе сразу показывают. То есть тогда мы делаем этот маневр. Ставим, и начинаем делать как взрослым, именно уже здесь, сверху вниз, пять раз, раз, отдохнули, пару секунд, пять раз, два, пока оно не выйдет. Спасибо. А вот то, что вот я вот очень часто использую руки вверх, когда вот, ну, какой-то что-то майнер. Это руки вверх хорошо, когда руки вверх, оно проходит вниз, но если на чем-то давишь, себя дышать не можешь, ты не хочешь, чтобы оно проходило вниз, ты хочешь, чтобы оно обратно вышло. Если это какой-то большой, да, объект? Да, именно объект. Если водой подавились, usually, ты можешь руки вверх, это, it doesn't really, it doesn't really do anything, оно просто помогает пройти, потом ребеночек, который в сознании, они обычно, или мы там взрослые, мы на чем-то воду пили, подавились, покашляли, покашляли, ой, не в ту глотку пошло, выкашлялись, and we move on. Спасибо. Марта, можно спрошу, а вот к Аленину вопросу, а если вот косточка или что-то такое, сразу даешь ребенку, типа хлебушка, там, чтобы протолкнуть, так получается, тогда так нельзя делать? Нет. А что тогда, вот если такое, что не выходит, и тоненькое, например, и встало там по горлышку, ну, я вот даже не могу привести пример сразу, ну, вот даже косточка от рыбы, от рыбы. Да. Не надо ее туда проталкивать, потому что она может сломаться, вот вы пытаетесь ее протолкнуть, она сломалась на две части, она потом начинает тебе врезаться, у нас же тут же все very soft, у тебя esophagus, он очень soft, то есть она тебе, как иголка, начнет проходить, это нехорошо. Если, like, let's say, if it's a cooked fish, она очень, там вот эти большие, которые, это ты можешь там водички попить, но окей, все обошлось. Если это косточка, например, обычно маленькие, они тебе глотку не закрывают, обычно это ребенок либо давится на каких-то объектах, либо у нас пришла женщина, которая ела turkey, и кусок turkey попал в горло, но я попал в горло до такой степени, что она потом еще у нас валялась полтора месяца в ICU, не та косточка стала, а потому что она была почти 400 паунтов, и никто вот этот маневр сделать не мог. That's how she ended up in the ICU. Вот, обычно, если человек большой косточкой подавился, делаем маневр, если там косточка от рыбы, она обычно заходит, то есть, you know, just use your judgment, если маленький косточка... Удивительно, почему нам все детство впаривали, что нужно эту корочку хлеба, блин, проглотить, чтобы протолкнуть, это странно вообще. Знаешь почему? Потому что было, они думали, что косточка попадет в хлеб, и она тебе, она будет в хлебе сидеть, и не колоть тебе в энсофобус, что якобы она не застряет, но это неправда, это research disproven, it's not a fact. Ничего, ну, слушай, мы учимся, у нас медицина становится намного лучше, мы делаем bunch of researches, we're testing different things, so we'll learn stuff as we go. Мы, мы с вами, девочки, через 40 лет будем разговаривать, и потом будем вспоминать нашу встречу, и половина того, что я сказала, потом уже выйдет какой-то новый research, скажет, о, это неправильно. Пока говорят, правильно вот так. Кто знает, как, что потом будет говорить через лет 10. спасибо большое, Марта объяснила. Спасибо большое. Будем ждать запись, потому что я, мне уже там директ написали, что хотим запись, не смогли присутствовать, дети стали и так далее, так что наденься на то, что ты записалась. Ну, я поставлю, о, тут в чате, ну-ка посмотрим. Ага, так, да, спасибо. А, окей, думаю, может, есть какие-то вопросы сейчас. Так, хорошо. Хорошо, девочки, припевочки, полосы, хорошо видеть, если есть еще какие-то вопросы, у вас, наверное, появятся еще тоже вопросы, кидайте в группу, у мамы, будем обсуждать. Марта, при ожогах, вот, когда дети хватаются за вафельницу, за, там, что-то, сковородку себе, там, сейчас учатся малые делать яичницу, все дела. Это, что мы делаем сейчас, по старинке прикладываем масло, нельзя, айс, да, в холодную воду нельзя, делаем масло по старинке, неоспорин. Да, и нельзя пробивать, нельзя, если у тебя идет этот бабл, который получается, как он, ну, как бабл, for the fluid inside, you should not pop it, потому что it's a very high risk for, потом может получиться инфекция, you can pop it probably later, if it's not going to pop by itself in a couple of days, but you should not стоять с иголкой, надо, надо обязательно ее проткнуть и вытащить, потому что вот этот fluid, который собирается от вжогах, actually helping the tissue, который burn, to regenerate. Извини, не поняла, надо проткнуть? Нет, ни в каком случае. Да, нельзя, и просто что мы, лед нельзя, прикладываем, что масло? Почему нельзя? Можно лед, лед, лед helps you to decrease the inflammation, и оно обычно, you have like, этот, эффект, оно с боли помогает. So, при ожогах, I would do the same thing, I would use the rice, за то, что мы говорили, you know, before, где оно? You elevate, eyes elevate, rest, eyes, compression and elevate. Потому что у тебя будет потом, после этого начинается свалой, и свалой, обычно, кстати, лед хорошо помогает в течение первых 24 часов от ожогов. Хорошо, спасибо. И забинтовали, ледик положили, ледик 15 минут подержали, 15 минут убрали, 15 минут подержали, 15 минут убрали, вот так на протяжении пары часов, потом мы это место, то, что обожглось, чем-то надо забинтовать, вот, и потом это, вулдер этот сам должен лопнуть, протыкать его нельзя. Спасибо, Марта, большое тебе. Спокойной ночи. Девочки, всем пока. Благодарю вас, девочки, что вы нашли время и послушали Марту, и мы с Аленой, Алена пишет здесь, мы хотели предложить для тех, кто сегодня в эфире, делать такие встречи, познавательные, на различные темы, раз в месяц хотя бы. Сейчас будет холодно, встречи будут не такие частые, поэтому, если вы не против, мы будем организовывать. И вот следующий вебинар мы хотели провести на тему страхования, и будет его вести как раз Алена. Аленочка, поможем всем ручкой. Ну все, девочки, всем спокойной ночи. Субтитры создавал DimaTorzok, субтитры создавал DimaTorzok,